Я вкратце сейчас буквально хочу несколько дать простых очень вещей о деньгах. Знаете, у нас такой пример был яркий в церкви. Верующие были, они поженились, очень любили друг друга. И так сложилась у них ситуация, что они переезжали в Москву. Она работала в фирме в Хабаровске, и там этот филиал в Хабаровске закрывался. И ее руководитель, который был с ней в Хабаровске, тоже переезжала в Москву. И директор, который в Москве был, хорошо знали ее как очень хорошего работника и предложили переехать в Москву за очень хорошую зарплату. У нас на тот момент зарплата средняя была в Хабаровске около 12-15 тысяч рублей. Ей предложили там зарплату в 120 тысяч рублей, то есть в 10 раз больше. Может быть, вы так примерно российские деньги понимаете тоже, да? Вот. И, ну, как бы муж, ну, брат, он особо не хотел ехать, но понимал, что, ну, как бы шанс такой хороший, надо ехать. И от той же фирмы ему предложили там должность нашли для него такую, под него уже. Ну, у него зарплата была меньше, чем у нее, ну, там около 80 тысяч. То есть в итоге они получали с семьей 200 тысяч рублей, а при этом в Хабаровске они жили там на 25-30 тысяч. То есть на порядок они стали получать больше, и так как они умели спокойно жить на 30 тысяч рублей, то на 200 тысяч рублей, ну, понятно, тоже они спокойно смогут уже прожить, да? Вот. И жизнь хорошо пошла у них. Они автоматически, конечно, когда количество денег такое есть, их надо вкладывать, они купили машину, ну, в кредит взяли ипотеку на квартиру. Вот. И она через некоторое время пошла в декрет, у них родился мальчик. И вот когда у них родился мальчик первый, так случилось, что вот во время ее декретного отпуска всего-то уже пост, уже там, за уходом, отпуска за уходом ребенком, их фирма, она закрылась. Все, полностью их фирма закрылась, ее обанкротили и ее не стало. Вот. И его уволили с этой работы, и хотя, в принципе, его зарплаты было бы даже могло хватать на все уже, на все их нужды, вот, потому что в Москве жизнь подешевле для них была, вот. И он не может устроиться на работу, просто вот не может устроиться на работу. Вот по его специальности, что он имеет, ну, никак не может найти работу, хоть за любые деньги он готов был работать, но не может найти работу, ну, просто не получается. Там, 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 все занято. Оказалось, что в Москве это не особо такая популярная, ну, такая должность, чтобы ее везде было, и все. И через некоторое время, ну, за машину они уже успели выплатить за все это, а за ипотеку нужно было платить 20 тысяч рублей в месяц. И все. И денег просто нет. Все. И что происходит? Что делать? Надо занимать у кого-то, да? Там, там, к своим родителям обратились, к ее родителям обратились, вот так, один месяц, второй месяц, третий, четвертый, полгода, 9 месяцев. А он не может найти работу просто. Вот просто, ну, реально он пытается, а не может найти работу. Вот. Он уже начал обучаться другой работе параллельно. Ищет, а параллельно учится, чтобы другую работу научиться, через по компьютеру там, учится уроки, чтобы найти другую работу. И вот она уже должна была выйти тоже на работу, уже выйти с этого. И она опять беременеет. Вот. И опять она не может выйти на работу. И вот этот кризис финансовый, именно просто финансовый кризис настоящий, начал, конечно, рушить семью просто. Ну, не хватает денег, долги везде. Вот. Все, что, возможно, продавали, родители как могли помогали, ну, и все. А найти работу не может. И она, конечно, ну, дети тут же надо кормить всех. Она начинает, ну, давай ищи, давай, а он все. А он не может, не получается. Вот. И вот они родили второго ребенка. Ну, вы знаете, вот он потом все-таки переучился и нашел другую работу. И начал зарабатывать там небольшую сумму, там, для их уже там 40 тысяч, по-моему, что-то такое. Но, по крайней мере, они вот, ну, выкарабкались из этой ситуации и сохранились как семья. Вы знаете, финансы бывают вот так, ну, такую роль могут сыграть, ну, очень серьезную в семье. Да, и может так случиться, что что-то не так пойдет. Я хочу, чтобы мы открыли книгу «Экклисиаст», 11-ю главу, 1-й, 2-й стих. Книга «Экклисиаст», 11-я глава, 1-й, 2-й стих. «Отпускай хлеб твой по водам, потому что во прошествии многих дней опять найдешь его. Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле». Что мы можем видеть здесь? Здесь есть такой принцип сохранения денег. Вот смотрите, вот здесь написано «давай часть семи», да, и даже восьми. Вот если правильно, то как бы перевести все. Это значит распредели на семь, а лучше на восемь деньги. Это говорится про одну неделю. Что распредели свои деньги на семь дней конкретно, как ты можешь их. А лучше распредели на восемь, чтобы когда седьмой день закончится, у тебя восьмая часть, она осталась при тебе как запас. То есть ты можешь потратить, вот берешь деньги, какое-то количество денег, и распределяешь в понедельник, сколько ты можешь потратить, во вторник, сколько ты можешь в среду, в пятницу, в субботу, в воскресенье, может такое количество. Все. А лучше на восемь, как будто бы еще один восьмой день есть. И это время остается, деньги останутся в запасе у тебя. Вот. То есть Бог учит нас управлять деньгами. Мы, христиане, зачастую хотим много принимать, принимать деньги, но мы должны понять принципы Божьи. И первый принцип – это такой принцип последовательности, что по отношению к деньгам нужно уметь их давать или, другими словами, сеять. Следующее – принимать их. И следующее, третье – управлять деньгами. Не деньги должны вами управлять, а вы должны управлять деньгами. В нашей церкви я учу, чтобы верующие учили жить на восемьдесят процентов от своего заработка. Десять процентов – отдавали десятину. Десять процентов – вторые они разбивали так. Пять процентов – это их отпуск. Три процента – это их непредвиденные расходы. Два процента – их благотворительность, которой они хотят заниматься, какие-то дела совершать. Чтобы верующие могли научиться жить на восемьдесят процентов. Вот просто брать сразу, отделять двадцать процентов. Все. Конкретно их отложить. Все. И на восемьдесят процентов могли научиться жить. Чтобы был всегда запас у вас денег. Так вот, очень важно научиться именно управлять ими. То есть сформировать бюджет семейный. Посчитать, сколько у вас общее количество денег есть. Просчитать ваши расходы. Начиная за кварплату, за бензин, за транспорт, кто на транспорте ездит. За обучение в школе, в кружках. Все-все-все-все. Страховки какие-то. Все это вместе. Еда. Все это скомпоновать. Все расходы выписать. И посчитать. Тогда вы сможете управлять деньгами. А не просто их тратить, когда возникает какая-то нужда. То есть, чтобы пришло благословение Божие, нужно деньги уметь давать. Все эти. Нужно уметь их принимать. Следующее. Нужно, чтобы вы умели ими управлять этими деньгами. Какой принцип даяния? Когда вы даете деньги. В пожертвовании даете деньги, например, или жертвуете для кого-то. То должны вы иметь три принципа. У вас должно быть вера, надежда и любовь. В даянии. Когда вы отдаете, это не просто должно быть из страха, например. Когда Божья кара наступит. Или не должно быть у вас, потому что так нужно или так должно. У вас должна быть вера. То, что вы обязательно примите назад. Чтобы будете управлять. У вас должна быть надежда. Потому что это посеянное, оно вернется к вам. И должна быть любовь. С любовью к Богу отдавать. Или с любовью к человеку. Во время, когда вы принимаете деньги, вам нужно принимать тоже, имея в виду, понимать три принципа. Прошлое, настоящее и будущее. Потому что, когда вы принимаете деньги, вы должны увидеть, на что вы их потратите. А это зависит от того, как вы их тратили в прошлом. То есть, если у вас долги, например. Как вы хотите ими сейчас распорядиться, то, что у вас сегодняшние нужды. И что вы хотите в будущем сделать, чтобы распределить эти деньги на какие-то будущие расходы. И когда мы говорим об управлении, то вам нужно руководствоваться принципом, который написан в Римлянам 12 главе, что воля Божияна благая, угодная и совершенная. То есть, когда вы планируете свой бюджет и планируете его на некоторое время вперед, то нужно руководствоваться волей Божией. Благая, угодная и совершенная. Например, тестировать свои расходы этими тремя принципами. Благая, угодная и совершенная. Например, вы хотите купить туфли новые. Вроде бы хорошее дело, да? Купить туфли. То есть, воля Божия благая. Вы проверяете, благо это благо. Но если у вас это седьмая пара или восьмая пара туфель, то она благая, конечно, дело благое купить туфли. Но насчет, угодная ли это Богу, если у вас излишек в этом, то, наверное, нет смысла в этом. Понимаете, да? Вот, если вы, например, решили купить куртку зимнюю, да? Ну, давайте не куртку, например. Давайте. А, шубу. Шубы у вас, наверное, нет здесь, да? Ну, как бы, ну... Ну, да, пусть будет шуба, там, дорогая шуба женщина. Вот решили купить шубу. Благая, дело зимой, чтобы было тепло, благое, угодное. Чтобы, ну, сохранить деньги, да, вот, чтобы жена не замерзла. Ну, денег нет, возьму в долг. Уже несовершенная, да? Покупка, потому что я хочу ее в долг купить. Понимаете? Вот этими тремя вещами вы можете тестировать все свои покупки. Благая, угодная и совершенная. Вот, можно там, думаю, куплю-ка я автомобиль там себе, да? Ну, благое дело, да, благое. Угодное, да, буду возить людей в церковь, там, помогать им. То есть, далеко идти, вот, подвозить их угодно. Ну, где деньги взять, да? Ну, возьму кредит. У нас сегодня тяжелое время в России, потому что очень много людей живут именно в кредитах. Очень много людей живут в долгах, на самом деле. И вот тоже увидел, у вас здесь тоже реклама, там, рассрочка 0%, без переплаты, там, все это. Но это жизнь в долг. Вот, христиане не призваны жить в долгах. Христиане призваны давать взаймы. Вот, поэтому рассчитайте эти деньги, свой бюджет и правильно спланируйте. Я вот, в принципе, так вот по-быстрому вам рассказал. Вот, просто имейте это в виду. Ну, вот мы закончили на этом семинар. Мы надеемся, что, ну, вы что-то хотя бы успели для себя в каких-то местах что-то подчеркнуть и что-то для вас, для кого-то стало полезным. Мы очень рекомендуем вам читать книги хорошие на эту тему, потому что все темы, о которых мы говорили, на самом деле они гораздо глубже. Мы не можем их освящать на полном, в полном объеме. Вот, и требуют они постоянного обновления всегда, в зависимости от ситуации. Есть очень много хороших христианских авторов. Если у вас кризис, обращайтесь к своему пастору, записывайтесь к нему на прием. Он вас проконсультирует и вы будете счастливой семьей. Мы благословляем вас, чтобы в вашей церкви было много хороших семей, которые будут большим примером для всего общества в вашем городе. Хорошо? Спасибо вам. Господь, мы благодарим Тебя. Мы знаем, Господи, что нам надо учиться, даже если нам 50 лет или больше, или меньше. И когда мы учимся, мы начинаем понимать, что, оказывается, мы многое не знали, многое не понимали, многие вещи не видели так, как они есть, Господи. Помоги нам, Боже, в этой важной теме, Господи, семьи, брака, взаимоотношений продолжать расти. Продолжать учиться понимать и знать эти важные принципы, Господи. Мы понимаем, Господь, что когда мы начинаем что-то узнавать, помоги нам это воплощать. Не просто где-то запомнить через неделю или раньше забыть и продолжать так, как было всегда. Помоги нам, Господь, не костенеть в чем-то, не заквашиваться в чем-то на всю жизнь, но быть готовыми к переменам, Господи, переоценке, перевзгляду, Господь, на какие-то важные вопросы. Благодарим Тебе за Наташу, за Владимира, Господь. Они проделали большой путь, любезно согласились к нам приехать, Господи. И мы желаем, Господь, им благословения, хотели им благословить, Господи. Также благослови, Господь, завтрашний день, завтрашное служение. Это будет Тебе вся слава. Аминь.